Мне просто очень повезло, что меня окружали правильные виды. Некие форматы просто умирают, как я понял, да? Вы просто о нем забываете, забиваете на все, зарабатываете свою тысячу рублей. Она делает объект модным, трендовым, увеличивает трафик, но доходы падают. Как молод и глуп я был. Все торговые центры, которые вы видите, они в пределах там 800 рублей, 1600. Средняя ставка по всему торговому центру. Всем привет, это Алексей Белов и канал «Открытый бизнес» для предпринимателей и о предпринимателе. Мы продолжаем наше интервью с Александром Дмитрюком, экспертом в сфере коммерческой недвижимости и владельцем IT-платформы Remind, о чем мы сейчас будем подробно говорить. Вкратце напомню, что Александр уже рассказал нам о том, как сегодня чувствует себя рынок коммерческой недвижимости, какие тренды, какие классы активов интересны и интересны непосредственно ему. И сейчас мы будем говорить о других историях, которых мы не упомянули в первой части, но они не менее интересны. Твой богатый опыт управления и взаимодействия с торговыми центрами. Я думаю, что мы давай поговорим об этом, потому что мне, например, сейчас не очень понятна ситуация, что происходит с торговыми центрами. То есть вроде бы развивается формат у дома с одной части, с той стороны, с другой стороны M&A продолжается, все-таки какие-то покупки продолжаются в рынке. Поэтому хотелось бы узнать экспертное мнение о каких-то тенденциях, что сейчас давай возьмем Москву, например, или, может быть, Россию. То, что тебе ближе, то, что ты больше знаешь. Что происходит в сфере торговых центров? Арендаторы не делают оборотов, арендные потоки падают, кредиты не отдаются. И все это сулит большими проблемами. Мои IT-решения, которые я делал в AirLab, нужно интегрировать тут. Так появилась эта цифровая система по управлению торговыми центрами Remight. Я достаточно, как мне кажется, эффективно, долго и при минимальных ресурсах управлял торговым центром с помощью этой системы. Главное, принимал правильные управленческие решения. Безусловно, у меня были там старшие товарищи, которые меня там курировали, помогали мне и в том числе меня обучали. Мне просто очень повезло, что меня окружали правильные люди. Это залог вообще. Правильное окружение – залог успеха. Либо не успеха, кому как попадешь. То есть это решение для управления коммерческими объектами. Все верно. Крупными, коммерческими. Для старта мне нужно только пять табличек. Это ваши сделки, кто подписал договор на каких условиях, сотрудники, у кого какие телефоны и кто ответственный за эти сделки. Это помещение, это бюджет, это контактный лист подрядчиков. Так называемый эксплуатационщик. В зависимости, если ты делаешь что-то неправильно, робот тебя ругает. Если ты делаешь это правильно, он тебя хвалит. Если ты делаешь тупишь, то он тебе напоминает. Это тоже, получается, пришло из твоего предыдущего опыта. Хорошо. Давай поговорим больше про коммерцию. Как торговому центру сейчас, в наши времена, скажем так, когда действительно некие форматы просто умирают, как я понял, то есть небольшие торговые центры. Что происходит? Как противодействовать текущей ситуации? Что делают правильные собственники, чтобы их объект коммерчески либо вторую жизнь получил, либо просто увеличил свою доходность? Правильные собственники очень часто идут в большой пятерке, они говорят, положите денежки на стол, еще возьмите кредитов, и мы сделаем реконцепцию. Но реконцепцию нужно делать только в тех торговых центрах, если это первый эшелон. В моем случае, мое понимание, мой опыт управления торговыми центрами говорит о том, что если вы зарабатываете тысячу рублей на квадратный метр, а у вас 400 рублей реальная эксплуатация с учетом амортизации, того, что вы подкрашиваете, не нужно этот торговый центр реконцептруировать. Вы просто о нем забываете, забиваете на все, зарабатываете свою тысячу рублей, а потом, когда он у вас превратился в конченую помойку, вы его продаете за эти деньги. И вот этот доход, который у вас есть, вы рефинансируете в что-то новое, трофейное, более безопасное, более в хорошем месте. Если же вы купили что-то в дальнем регионе, что является лидером, и вы понимаете, что там есть потенциал, и ввиду того, что рынок там такой, каков он есть, и никто сейчас не берет кредит и не строит торговые центры, и вы понимаете, что там условно в Северокамске не появится ничего в ближайшее время, то действительно, наверное, в этом торговом центре есть смысл сделать реконцепцию. Но реконцепция обычно что это? Они вам все профессионалы рассказывают, вам нужно больше развлечений, больше еды, больше досуга, но это все не платит. Это все... Это просто трафик. Это не знаю, что это. Я удивляюсь собственникам, которые в торговых центрах у себя открывают фитнес. Для меня это люди, которые не умеют считать деньги, потому что квадратный метр стоит построить, там, от 60 тысяч рублей, а фитнес платит мало. Он не трафикообразующий, какой бы он ни был. Эти люди, которые приходят ягодицы покачать, они потом ничего не покупают. Это факт. То есть и не трафик, и не высокая ставка. И не высокая ставка. Если у вас торговый центр не детский, а вы открываете неожиданно на четвертом этаже детское развлечение, потому что вам это кто-то советует, это тоже никогда не будет работать. Потому что есть рядом другой торговый центр, где 20 таких детских развлечений, и туда люди с детьми поедут. Конечно. Потому что для них это определяющая вещь. Как бы не нужно идти в детство, если у вас нет детства. Спорт не нужен, если у вас как бы не спортивное, там, именно не отдельное помещение. То есть нужно понимать вообще для меня как бы история с фитнесом, с развлечением. Очень призрачная штука. Поверьте, я знаю ставки, я понимаю ворота, я понимаю, куда движется тенденция. И таким образом результат, ответ на твой вопрос, реконцепция, которую сегодня предлагает рынок, она делает объект модным, трендовым, увеличивает трафик, но доходы падают. Особенно если учитывать, что вам нужны инвестиции для того, чтобы сделать реконцепцию, и у вас появляется окупаемость, то вы как сидели в 20 лет, возможно, да, потому что у вас упало, вы так и останетесь. Так и останетесь. Но зато, зато у вас будут чистые стены, хорошие улыбчивые люди там. И вообще вы сделаете большую социальную функцию для того региона, где вы это делаете. Но, возможно, это не про деньги. И, как мне кажется, в большинство случаев ничего не получается. Сегодня интересная, на самом деле, вещь слушаем. Для меня вот этот сегмент торговых центров, он не так хорошо, я с ним знаком. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что это вот некая начинка. То есть ее вот так вот от консультантов не услышишь, потому что там тебе будут именно говорить реконцепция. Но это их доход. Да, они на этом зарабатывают. То есть всегда надо думать, продают тебе или нет. То есть действительно форматы меняются, ты можешь вложить достаточно большое количество денег и вернешься все равно к тому же, даже ты поднимешь арендную ставку, но окупаемость у тебя не улучшится. Не улучшится. Даже близко. Вот, поэтому... Но появляются новые форматы. Действительно, надо смотреть, мне кажется, постоянно шире, да, что происходит за трендами какими. Рынок очень динамичен, все очень быстро меняется. Да, мы можем примерно рассчитать, но как бы реальный эффект не знает никто. Теперь, что касается трендов. Вот, например, был такой бренд, называется «Хочу в рек». Это место, как вот мы с тобой сегодня в студии, где ты приходишь, там маленькие кабинки, и там блогеры записывают какой-то контент. Контент пишут, да. Когда я это увидел, мне казалось, что это полностью меняет вообще формат торговых центров. Когда авиапарк это сделал, я подумал, все, теперь все блогеры будут там. Все торговые центры умрут медленно и нежно. Как молод и глуп я был. Конечно же, как бы, несмотря, что, да, это заимело там хайп, люди пошли, но эта штука занимает огромное количество места, и никакого маркетинг-импульса бешеного. Другому не предалось. Это не предало авиапарку. То есть авиапарк развивается, и там большое такое количество людей просто из-за того, что там много качественного предложения, много магазинов. Все знают, что там нужно одевать хорошие кроссовки, чтобы пятки себе просто, они у тебя кровавые не стали, ему что-то ходить придется много. И еще больше денег надо брать, чтобы везде зайти. И это определенный экспириенс, и поэтому авиапарк растет. Там тренды, то, что они туда запихивают, они большие молодцы, но у них столько площадей, что в их случае как бы лучше не попадать на амортизацию, а хоть за что-то сдать. Но это, наверное, только про авиапарк. Когда у тебя там нету такого количества, там, 300 тысяч площадей, условно таких, которые могут простаивать, у тебя есть что-то, то ты там дальше можешь тянуть, и к концепции нужно относиться там еще более внимательно. Хотя и авиапарк концепция относится крайне внимательно. То есть не получится так, что в детстве там ювелирку открыли, или кольца какие-то, граф продают. Иначе можно прийти к печальному итогу, если превратиться в черкизовский рынок в его те времена, когда он еще был черкизовским. Вопрос, сколько зарабатывал черкизовский рынок с того времени с квадратного метра. Возможно, что больше, чем авиапарк. Не исключаю. Поэтому, как бы, реконцепт черкизовский рынок авиапарка вполне, возможно, рабочая модель. Вопрос только, как бы, цены, окупаемости и так далее. Рынок, мне кажется, это очень доходная вещь. Далеко не каждый торговый центр... Может себе это позволить, да. Все торговые центры, которые вы видите, они в пределах там 800 рублей, 1600. Средняя ставка по всему торговому центру. И это не просто печальная ставка, это ужас. И это связано во многом не только с местом, не только с неправильным управлением, а с тем, что собственник живет на Кипре, ему там 69 лет, и он ничем не интересуется. И там просто сидят старые арендаторы, которых индексируют. Инфляция давно улетела, их никто, реконцепт, не делает. Договора плохие, их выгнать никто не может, потому что арендаторы их отжали на момент открытия. И вот это такая вот вяло текущая штука. Кстати, о том, как мы... Как сделать так, чтобы инфляция улетела, а вы при этом не уронили доходность бизнеса, мы поговорили в первой части нашего интервью. И поэтому всем рекомендую посмотреть первую часть нашего интервью. Еще у меня вопрос по торговым центрам такой. Смотри, меняются сейчас некие потребительские интересы. То есть меняются... Вот мы немножко уже затронули там форматы какие-то другие. Вот электронная коммерция, например. Может быть, ты сейчас расскажешь еще каких-то изменений потребительского поведения. Вот как они... Что будет дальше? Давай вот посмотрим на шаг вперед. Не знаю, плюс 3-5 лет, может быть, 10. Куда все движется? То есть какой сегмент торговли и где он будет? Или он может в метавселенную уйдет? У меня есть твердое убеждение. Возможность путешествовать, покупать вещи в магазинах, ходить в рестораны, гулять по улице и так далее, в каком-то будущем, 10-20 лет, будет доступна только тем, в полной мере, у кого есть деньги. Онлайн – это для тех, кто сидит дома, заказывать онлайн, никуда не будут выходить. Как бы и вот так будет работать организм. Это как бы... Ну, вот так это движется. Аватары. Аватары, да. Это в том числе связано с перенаселением планеты и так далее. Тому, что делает вот новости, которые я считаю, что делает Фейсбук, вот эти технологии. Если идти вот от этой парадигмы, и то, как я наблюдаю, меняется, как ты говоришь, потребление, одежда, например, high fashion, он в онлайне не продается. Его можно купить, только прийти пощупать, одеть. Это целый экспириенс, там, и с сумкой, и с суммой ты идешь домой, в квартиру в центре. Это целая как бы штука. Тот бизнес, который делает с квадратного метра больше 70-80 тысяч рублей, он останется. Все, что сейчас 30-40, 50-60, это все сгибнет. Все средние маленькие чеки, они провалятся. Все дискаунтеры, их не должно существовать, я считаю. Потому что это должны быть дарксторы, откуда все возят. Ну, сейчас в текущих реалиях дискаунтеры, наоборот, да, там... В регионах. Ну, в регионах, да, преимущественно в регионах. У меня сильно себя хорошо чувствует. Может быть, это потому, что в регионах у тебя не развеет онлайн? Я думаю, что отчасти да. Совсем скоро Чижик, когда и светофор начнет довозить тебя до дома, как у Свил, и у них будет такое же удобное приложение, оффлайн вообще закроется. А им, в их случае, даже не надо ничего переформатировать. Они просто там... Эта же дверь неприметна, она просто будет чаще закрыта там, условно. И там будет больше курьеров тусоваться. Ну что, мы заглянули в будущее. Мы посмотрели, что сейчас есть торговыми центрами сегодня, что будет с ними завтра. Я думаю, что мы хорошо раскрыли тему. Я думаю, какие будут вопросы, я прошу всех писать в комментариях. Я думаю, Александр еще обязательно ответит, какие-то еще лайфхаки выдаст. Потому что, ну, сегодня я хотел поблагодарить тебя за искрометное интервью, потому что, ну, реально, мы сегодня получили поток чистой энергии и креатива, и опыта. Это некий сплав, и за это я тебя сильно благодарен, что ты пришел. Буду рад тебя видеть. В следующий раз поговорим, мы с тобой еще хотели поговорить про квартиры более подробно. Сегодня мы приоткрыли завесу, да? А в следующий раз попробуем прямо на конкретных кейсах разобрать, как заработать много денег на квартиры. Спасибо тебе. Спасибо, Леша. Спасибо, что пригласил. Надеюсь, хейтеры меня не засудят сильно. В общем, пишите, задавайте свои вопросы. Всем постараемся ответить. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok